Всем привет дорогие друзья, меня зовут Михаил Климчук, это канал Бородач ТВ и сегодня очень такая интересная тема называется генетическое дерево и все что с этим связано. Генетическое древо семьи. В гостях у нас Александр Сельков, человек который прошел большой жизненный путь и готов поделиться со своими знаниями, а также что он узнал в поисках своего генетического кода. Да, можно сказать так. Давай небольшую такую ремарочку для тех, кто может быть не знает, что такое родословное древо. Родословное древо это условная схема, описывающая родственные связи в пределах одной семьи. Ну это примерно даже не в википедии, это я взял статью из Яндекс Дзена и поэтому просто читаю. То есть это не говорит о том, что это может быть истинно, это просто кусочек какого-то чьей-то мысли, которая вот здесь изложена. Продолжаю дальше. Оно достаточно часто изображается в виде реального дерева. Рядом с корнями обычно располагается родоначальник или же последний потомок, для которого составляла схема, а на ветвях различные линии рода. Скажи, пожалуйста, что для тебя вообще обозначает твое генетическое дерево? Раньше даже не задумывался над этим вопросом, но когда мне шесть лет назад, я помню, подошел ребенок трехлетний и спросил, «Папа, а кто у нас прадед?» И я тогда не смог ему ответить, и мне стало так обидно. И я решил узнать, кто у меня все-таки прадед. С этого все и началось у меня. То есть генетическое дерево сейчас, я считаю, это та вещь, которую должен составить каждый человек, взрывомыслящий, и для того, чтобы оставить потомком, во-первых, его. И это то же самое для мужчины. Построить дом, как говорится, посадить дерево и вырастить детей. Также, я считаю, четвертым пунктом добавлять генетическое дерево может даже больше будет, чем дом. Слушай, сразу забегаем вперед. Ты говоришь, что надо посадить дерево, построить дом, вырастить... Это и прищи наши, основные. Слушай, не кажется ли тебе, что это, с одной стороны, как бы, некое программирование, и оно может тоже носить достаточно условный характер, может быть, и налагать, как бы, определенные... Как тебе сказать? Обязательства. Обязательства, да. Может быть, эти обязательства тебе не нужны. Я вот просто так спрашиваю. Возможно, возможно. Сейчас мир меняется, поэтому эти постулаты, они были, наверное, нужны были, там, 10 лет назад, 20 лет назад. Вот, кстати, как раз вот сразу возникает вопрос. Почему и зачем вот это нужно было знать? Что? Своё древо. Ну, то есть, вот раньше, да, действительно, люди занимались учётом своей генетической линии, да, откуда они произошли. Особенно это характерно людям, скажем так, среднего класса, да, высшего класса, потому что они как раз-то и занимались тем, что записывали информацию о своём древе. Ну, вот мы знаем древо Романовых, допустим, вы видели, как она скруплёзно была изучена, и мы её изучаем там, в школе. Ну, это немцы, они очень скруплёзно относятся к этому. Пентетично. Немцы вообще, путешествуя по Германии, я много там раз был, бизнес у меня связан с Германией, и в каждой семье, когда входишь в дом, ты первым делом видишь генетическое дерево этой семьи, в которой ты находишься. Они очень трепетно и скруплёзно относятся к этому. Я удивился, что там даты 14-15 век, это практически в каждой семье. И я всегда задавался вопросом, как-то так. В Испании то же самое. И вот сейчас даже, когда мы ходили в Антарктиду, мы познакомились с бытом аргентинцев, ну, это выходцы из Европы в основном, конечно, но у них тоже это в каждой семье это дерево. А если проецируют эти знания на Россию, я понимаю, что во время революции, что произошло, нас специально мешали, чтобы мы не знали, откуда мы. Нам выбивали по-всякому эти знания наших предков для того, чтобы сделать просто народ, вот этот, это стадо, которым было легко руководить. И мы потеряли очень много знаний, к сожалению. Ну, хорошо, что сейчас мы возвращаемся к своим истокам, и всё-таки мы занимаемся, и сейчас есть все ресурсы, все возможности для того, чтобы узнать свою родословную и передать знания своим детям. Тебя-то почему это интересует, волнует, лично тебя? Я хочу обратиться к тебе. Это внутреннее у меня, просто внутреннее, что я обязан это сделать. Это необъяснимые какие-то вещи, порывы. А потом понял, для чего. Я вначале, как ты влюбляешься, допустим. Ты же тоже не знаешь, почему ты влюбляешься. И здесь просто ты должен это сделать. Ты должен влюбиться, да? Нет, ты должен. Я, когда мне этот вопрос задал, у меня в голове три дня не выскакивала эта мысль. Я просто уезжаю в Челябинск, откуда у меня мама, папа, и начинаю там просто копать. У меня листок А4 бумаги, я себя записал, супругу записал, детей, которых там нарожал, маму, папу. К сожалению, их уже не было, когда я начинал это делать. А не, мама была у меня. Это всех сестер мамы, потом по отцу всю. Потом мы деда знали, как бы, что она мне рассказала. Ну, ей тоже особо не интересовало. И когда я приезжал уже в Челябинск, я пошел уже по теткам, по дедкам, всю информацию взял и про деда, нашел и копнул до 1860-х годов. Вот очень мне повезло, что у меня как бы по матери очень хорошо это... А по отцу все на фронте погибли. Притом я узнал, на каких фронтах произошли там... Ну, эти весточки нашел их, все это я отсканировал. И по отцу очень сложно было. И вот представляете, я нахожусь там в село Батурино, это Челябинская область. Очень там люди, конечно, смешно так живут. Ну, по крайней мере, ты Россию начинаешь узнавать. В итоге ты откуда родом? Да не все равно, откуда я. Это просто говорю, что один из эпизодов там... Мы вернемся, если интересно. Человек лежит, и он знал моего прадеда по отцу. А он уже все, у него там при смерти. И вот я три дня находил его, водкой поил, и он мне рассказывал. Восстанавливал. Вот, допустим, такой источник информации. Но мне повезло, что я вовремя это все сделал. Иначе такой пласт истории бы ушел бы. И он сказал, что иди вот в эту церковь. У нас там есть домовые книги, которые коммунисты в 1917 году не уничтожили просто. И они сохранились и при Сталине. Хотя тоже вранье, что Сталин уничтожал все эти книги. Это не было такого. Это уже... Он очень трепетно относился тоже к религиозным вот этим убеждениям. Ну, это другая история. Но, тем не менее, мне повезло, что нашел домовую эту книгу. И целый там человек, наверное, 15 я внес с датами рождения смерти. И даже от чего люди умерли. И от чего люди умирают, я позже скажу. Это очень интересная тема. Она очень перспективная. Но, сбегая вперед, скажу, что для того, чтобы вы своим наследникам оставляли информацию о их генетических заболеваниях, которые не могут заболеть. И уделили внимание еще в том возрасте, когда все хорошо. И поверьте, что продолжительность жизни ваших потомков будет выше. К сожалению, сейчас мы только лечим уже заболевания, когда они уже выскочили. А профилактика – это лучшее лечение. Ну, это когда мы будем говорить уже о генетических тестах. Ну, в итоге-то зачем тебя, ну, почему тебя вот волнует, зачем тебе это знать? Вот просто вот… Много… Мне просто режиссер, для тех, кто не в курсе, подсказывает в ухо, чтобы мы раскрыли эту тему. Зачем? Мы же все, когда живем, мы что-то делаем. И мы делаем осознанно. А некоторые вещи, допустим, у меня вот в эзотерике какие-то знания идут, они нелогичны в этом обществе, как бы денег они не приносят. А ты идешь, вот внедряешься там в религию, начинаешь изучать, ты едешь в Тибет, ты с ламами разговариваешь. Зачем? Ну, меня прет просто. И потом я узнаю, что у меня прадед, он был мулой 22 года в Казанской церкви. Вы представляете, это высший сан. Я туда приезжаю в Казань уже когда, и мы находим опять те книги, там ко мне как относятся, что они это чтят как бы. И все-таки религиозные деятели, я понимаю, допустим, откуда у меня эта тяга. Вот я нашел этот кусочек как бы своего звена. И поэтому я для себя объяснение нашел, элементарное просто. И много что в подсознании мы делаем, вплоть до какой-то избрания профессии. И, может, мы сейчас занимаемся, но тебе не надо этим заниматься, потому что не сильный ты в этом. Можно развить, но ты не будешь профессионалом. А тот кусок, где ты просто взлетишь, там твое творчество раскроешь и станешь крутым, мы просто о нем и не знаем даже. Генетическое дерево, оно тебе даст это все. Ты сейчас хочешь сказать, что если, обратившись к своему древу, то можно, скажем так, проследить, к чему ты более предрасположен. Конечно, конечно. Это вот первое. Давай, то, что мы найдем объяснение на то несознательное, которое в нас сидит. Мы просто... Понимаете, когда мы начинаем работать в этой теме, когда мы уходим в свои корни, мы свое будущее очень легко трансформируем и делаем. Я нормально говорю? Да. Это первое. Второе. Здоровье. Ваше здоровье на вашем этапе вы четко узнаете. Я расскажу, как это. Если вы транслируете смерть, допустим, своих родителей, дедов, прадедов, если вы знаете, от чего они помирали, поэтому вы легко можете прогнозировать своих детей, как они будут жить и на что им обратить внимание. Генетический тест вплоть до питания такого. Это не просто какие-то там современные диетологи, я просто смотрю, мы там все вам сделаем. Не надо ни на кого надеяться, вы сами творцы своей судьбы и вы можете легко сделать и по здоровью, и по питанию, и что хотите. Но это через себя, потому что вы только сможете это сделать лично, если вы этим займетесь. Я уже не говорю об истории нашей страны. Давай, как раз вот и вопрос возникает. Давай, давай следующий. Вообще, как это влияет на развитие общества? Знание родословное свое. Вот именно общество. То есть мы понятно поняли, что для себя это важно знать. Во-первых, можно проследить генетику болезней. Второй момент – это увидеть некую предрасположенность к каким-то наукам, к какому-то проявлению себя с точки зрения как личность. Ну, во-первых, это этническая принадлежность. Кто ты? Кто ты вообще в этом мире? Кто ты? Русский, немец, поляк. Это все раскладка дает до 90 процентов. Кто ты такой на самом деле? Я очень удивился, сколько у меня кровей, допустим, так и есть. И что за люди у меня? И дальше мне интересные связи уже этих людей я уже нахожу. Притом я им факты говорю, что мы с тобой родственники просто. И мы находим язык и действительно так. Ну, грубо говоря, получается, что все люди так или иначе… Ну, я могу просто небольшую ремарочку вставить, как раз тоже подготовился. Опять же, Яндекс Дзен помог тут. В древности сохранение знаний о своем происхождении было прямой необходимостью каждого. Уже во времена неолита люди знали, что близкородственные браки ведут к появлению нежизнеспособных детей. Поэтому мужчины брали себе в жен в соседних селениях, родах, племенах. Ну, о чем мы говорим, что ты там и поляк, и немец, и кто угодно может быть. Впрочем, иногда требовалось сохранить внутренние линии какие-то качества, и тогда люди выбирали невест и женихов среди ограниченного круга. Ну и в первом и во втором случае знание своих предков было обязательным. Кровь, кровное родство, в прошлом означало не только наличие родственных связей, но и некую психоэмоциональную обществ в отношении представителей одной семьи. Спектр ожиданий от людей был довольно близким. Поэтому сейчас вот наш вопрос интересует конкретно общество. Вот как знание о своей родословной влияет вообще на наше общество? Мы сейчас говорим про Россию-матушку, потому что она у нас многонациональная. И вот как вот это знание нам будет помогать и чему оно будет способствовать? Ну, первое, то есть я ему такие крамольные вещи может говорить, что, допустим... Можно говорить все, что угодно. Да, вот, допустим, американское общество обречено только из-за того, что... С чем связано так? Ну, то, что корни обрезаны там. Это пытается создать американца без принадлежности к его корням. Смотри, нельзя же сказать, что люди из ничего не появились, они же туда перебрались, как мы знаем по истории. Да, плюс они, скажем так, почистили генетический фонд, который населяли Америку. Раньше она не Америка называлась. Ну, там тоже свои нюансы, почему ее Америка называют. Вот, я к чему. Туда перебирались, как правило, люди, которые не могли долго, ну, не могли по каким-то причинам существовать в своих странах. Это там Испания, Англия и прочие другие страны. И в результате поиска новой жизни, ну, новых возможностей они стали перебираться. Просто благо, как тут недавно этот Колумб скатался и открыл Америку. Вот, поэтому все туда и ломанулись. Но так просто получилось, что там произошла некая, знаешь, такая легкая сепарация. Сепарация не по этническим, скажем так, группам, а по людям, которые более подвижны. Более люди, имеющие предпринимательский склад ума. То есть, там дельцы. То есть, да, у них, в отличие от других этнических групп, других стран, вот в отличие, у них им присуща, вот именно нация Соединенных Штатов Америки, просто немножко читал в книге, что там присуща именно конкуренция. Там очень сильные и серьезные законы с этим самым, как он называется, с монополиями. То есть, там идет культ предпринимателя. Ну, да. Ну, без бизнеса. Но ты сейчас говоришь о том, что, да, у них есть проблема именно с корнем, потому что там достаточно так все перемешалось и произошла определенная выборка. Сейчас то же самое. И революция, когда подрезала себе корешки, чтобы люди не знали, с этими лагерями сталинскими, мы до того степени перемешались, что мы не знаем какого рода и племени совершенно. И человек все, и ему легко управлять. Он, нет у него поддержки никакой. А род, вот я был в Узбекистане, я видел, что такое, допустим, узбекская семья. Ее с корни ты не вырвешь никогда. Потому что там отец, у него там 8 детей, и они поддерживают друг друга, и у них субординация. В общем, это и на Руси было всегда точно-точно так же. А это нарушается. И ты ничего не сделаешь с такой семьей. Подожди, подожди. Сейчас у нас вот вопрос касается именно общества и влияния. Подожди. Вот дерево, да, генетического дерева, влияние на общество. Понимаешь, вот ты сейчас говоришь про те страны, да, восточные страны, у которых очень сильный вот именно культ семьи. Ну, это в основном Азия, это культ семьи, да. Но это как и плюс, так и минус может быть. Ведь, смотри, вот эти перемены, которые произошли в нашей стране, конечно, они достаточно жестокие с позиции там человечности. Ты про какие говоришь? Ну, я про революцию 1917 года. Перевороты, да. Да, вот эти все перевороты, они привели к очень серьезным потрясениям. Ну, и была и гражданская война, и много чего действительно происходило в результате войн. Понимаешь, вот тут очень такой интересный момент, что иногда разрушение каких-то семейных ценностей, семейных именно родовых линий привело к каким-то другим формациям общества. Ну, это же тоже все-таки влияет. Конечно, конечно. Тут очень такой интересный момент. А нужно ли, например, я сейчас, я тебя провоцирую немножко, чтобы понятно, нужно ли вот досконально просто сохранять вот эту родовую линию, если мы понимаем, что какие-то определенные, ну, талитарные вот эти вещи именно, что если выходить замуж, то только, например, там, ну, из своей как бы нации там, да. За мужчину замуж. Да, ну, вот я вот, да, я читал, что… Не за девушку, да? Нет, нет, нет. Про это говорите? Нет, нет, я не про это сейчас говорю. Я просто говорю, что вот, например, люди из Кавказа, например, они должны вот брать жен, например, только там, да, там, девушек из кавказской семьи. То есть не ведет ли это к какому-то, знаешь, вот… Еще раз говорю, тут вот озвучено было, что постоянно одна и та же кровь, которая не меняется, которая нет вливания какой-то новой крови, ведет к определенному застою с точки зрения… Конечно, конечно. Вот. Согласен с этим. Дима, мы раскрыли твой вопрос? Нет. Давай, задай свой вопрос. Нам просто помогает сейчас этот Дмитрий, наш главный режиссер. его интересует, каким в итоге, ну как влияет развитие вот именно знания об общем древе, скажем так, целой страны. А, по стране, да? Да, да, да. Я считаю, что если каждый человек будет заниматься своим родословным, своим генеалогическим деревом, который будет узнавать о своих предков, мы же сейчас вершина эволюции в этом треугольнике. Вы представляете, мы стоим на самом верху, мама, папа, деды, и у них родители, и вот эта память предков, их там вообще миллионы людей под этим, и вы сейчас венец как бы находитесь. И мы должны как бы копнуть как можно глубже. И они нас все равно поддерживают всегда, потому что любые даже вот эти знания на Востоке, которые это, у них это все, даю у нас тоже в православии тоже это, что тебя предки всегда поддерживают. И если к ним обращаться при правильном обращении, ну это другая тема с другими людьми, наверное. Если практично относиться к этому, вы просто открываете на многие вопросы, которые вас раньше преследовали, просто открывается ответ, и у вас этих вопросов уже нет. До этого ты ходишь, просто не понимаешь, что происходит. Так вообще интересно это, просто интересно. И хочу рассказать, допустим, про ресурсы, которые есть. И вот когда я начинал на бумажных носителях, у меня такая портянка там висела на стене, я там звонил, там неудобно, просто неудобно. И современные технологии, конечно, приходят на помощь. Я долго выбирал программу. Сейчас как раз мы подходим к этому главному вопросу, каким способом определить все-таки родословную. Ты человек, который уже прошел путь в плане поиска родословной своей. Расскажи, пожалуйста, каким вот способом ты определил. Ну, вначале это бумажные носители, все я записывал, там что-то, у меня какие-то записи. Человек, допустим, я три дня с ним сижу, все записал, потом на бумагу это переносил. Ну, я запутался, тяжело очень. И постал выбирать, там три программы было на рынке. И всем просто рекомендую, не париться, берите My Heritage. Еще раз как? My Heritage. Heritage это наследие, мое наследие, это израильская программа. Ребята очень мощно подошли, 4 миллиарда записей только у них идет по людям. И пользователей что-то там, не буду сейчас врать, по 120 миллионов, по-моему. Очень популярная она в Штатах, в Европе во всей. Соответственно, Израиль тоже, Австралия, в России на менее. Издает только дороговизны, наверное, там как бы, ну, программов. Сколько стоит? Ну, там бесплатная версия есть, можно на ней там дотрясти человек, можете на ней остановиться. Хотя бы с нее начать и вот это сделать, она бесплатная там. Если там, ну там градации идут, там 50 долларов в год, допустим, там, если ты хочешь что-то поглубже. Ну, у меня сейчас максимальная версия, как бы, ну, 500 долларов это стоит примерно в год. Ну, я решил активно позаниматься этим. Но, ребята, у вас такой ресурс мощный. Все газеты мира, ну, европейские, по крайней мере, американские, российские, еще не там, они оцифрованы. Если ты берешь, вбиваешь человеку фамилия, имя, там, дату рождения, ты получаешь результат какой-то. У меня человек 7, наверное, так нашел просто из каких-то источников там. Потом у них оцифрованы все наши вот эти домовые книги, которые я говорил по церквям. Они, не знаю, каким образом оказались у ребят. И они их тоже оцифровали, вы там тоже информацию эту можете найти. Потом там находится, ну, множество источников вообще. Там вот они могут совпадение искать. Мне каждый день приходишь, там смотришь по этой линии, какой-то человек выпадает. И самое интересное, просто случай расскажу, потому что супруга у меня воть. Это местная национальность, которая жила на территории Вестина. Лужец, ну, в частности, Сосновом Бароне тоже здесь там тусовались. Финно-угорская группа, да? Да, вместе с сижорцами. Ну, это южные финны. Кстати, в то время это была самая цивилизованная народность по стране. Там хельсинки-то были там немножко отсталые. И вот я рисовал ее дерево, она особо интересный проявляет. Но мне было интересно, потому что я с ней познакомился. Все там бабушки говорят на своем языке, на русском. Ну, как мы не говорили это. И сейчас он прямо при мне, он умер этот язык. Как бы двоцкий язык, он очень на финский похож. Потому что дети уже не... И все, и ушла просто целая народность. Один музей только остался. Кстати, съездите, очень интересный в ужасах музей. И вот я составил ее дерево. Там, наверное, человек 30-40 там было. И мне приходит письмо на почту. Раз, какой-то Кукканин там с Нью-Йорка пишет мне. Говорит, у нас совпадение по дереву. Мы раз такие, хоп, пять человек у нас. Одинаковые фамилии там, эти финские какие-то. Это по супруге часто говорят. По супруге, да, Никонина. И у него 108 человек, что ли, было тогда. И мы просто эти деревья совместили. Как бы, хоп, мы оказались... Они оказались эти родственниками. Потому что это не по моей крови. Ну, как бы... И все. И представляете, вот просто к моим 300 человек еще вот это дерево пришло. И очень интересно, что если больше людей занимается этой вещью, вот в этой программе, как бы, тем больше информации мы получаем. И очень интересные мы можем получать. Потому что, допустим, я никогда... Я не особо любил Польшу. Никогда. Потому что, когда я машины гонял, меня там отобрали машину. Я в трусах от них ушел. У меня там поляки. Это 96-й год, что ли. Там просто меня все отобрали. Подожди, подожди. Я их не полюбил. А здесь оказалось все, что у меня прямые польские крови. Когда вот восстание было, в Великой Польской, там. Всех отсылали за Урал туда. И у меня потомок, это прадед у меня там. Я нашел все альбомы. Там это... Он был деканом какого-то горного института. И вообще... Вот. У меня оказалось тоже... Пользуясь прекрасной возможностью, ты можешь сейчас вот прямо обратиться и попросить, чтобы тебе вернули автомобиль. Польским друзьям. Да, да, да. Польским друзьям. Но мы же частично родственники, поэтому верните, пожалуйста, автомобиль. Я не молодцы. Мне хоть паспорт отдали. Я это благодарю за это. Я в трусах из паспорта. Слушай, в итоге там, да, вот смотри, по поводу способов определения родословной, у меня сразу навеял такой момент, что ты сказал, что какие-то 30, ну там 30 человек ближайших, да, это как бы, я так услышал, бесплатно. Бесплатно, да. А чуть дальше там это в год аж 500 долларов. Это максимальная версия, она не нужна. Как понять, вот 500 долларов в год, это что это такое? Каждый год надо платить? Да. А зачем? Ну просто, чтобы не понимать. Ну ты ресурсы получаешь свои. Ну смотри, вот ты узнал, вот давай так, вот ты узнал, что тебе вот сказали вот такую, как бы, ну схему твою родословную. И у тебя получается что, ты каждый год должен поддерживать, платить 500, это как арендная какая-то плата, что ли, или какая-то подписка, что ли, что получается? Ну подписка, да. Не просто 500, 500 это про, это просто когда тебе все Подожди, подожди, стоп, 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 вот, ну понятно, что... Вам не нужно, тебе не нужна она. Хорошо. То есть бесплатно можно это самое? Бесплатно можете спокойно. Другие системы, какие называются ты еще, говоришь, ты пробовал? Я сейчас уже не помню, еще американские есть, и наши, кстати, которые тоже сейчас пытаются залезть в эту нишу, как бы там... У меня просто сразу такой вопрос, во-первых, ну понятно, интересует, как вообще, и как, ну если сравнивая опять же, есть ли какая-то там достоверность, либо есть какие-то, ну скажем так, отклонения, то есть, да, может быть какие-то ошибки, которые допускались, это тоже очень важно. И у меня такой сразу всплывающий вопрос, так как я занимаюсь бизнесом, да, не является ли это просто одним из вариантов ведения бизнеса? Конечно. Ну то есть именно на том, что... Это очень большой бизнес сам по себе, это очень большие деньги там крутятся, ну есть ради чего, ты получаешь намного больше, чем ты вкладываешь. И при том, если у меня там допустим 450 человек сейчас, ну что такое 500 долларов там на 450 человек, вы там найдете, наверное. Я вам еще расскажу, что там очень мощный, во-первых, весь там архив видеофото, там как Google диск, там все это заливается, это социальная сеть. Самый лучший в мире редактор по восстановлению фотографий. Вы берете фотографию, я нашел там 1852 года, там такую всю, вот у меня, я ее там вытащил, она чуть не развалилась. Сфотографировали и сделали ее в цвете, как современная фотография. Вот поверьте, вот вообще вот такой... Ну это, я говорю, просто фишки те, главное, что они открывают источниками информации. Вот допустим, там к 3 миллионам газет. Вот в моей версии я спокойно, я завожу фамилию, меня отчество, мне этот человек выдается. В твоей версии этого не будет, допустим. Либо какие-то церковные книги, которые там тоже доступ идет, за это деньги идут в основном-то, как бы, потому что они вкладывали в свое время. Я не говорю, что это нужна. Ну я, для меня вот это самый самолет. Подробнее просто вот сейчас вот расскажи, ну очень смотрю, вот такой, знаешь, вот, ну красивая коробочка. Вот, знаешь, как купаешь, все равно, что сотовый телефон от компании Apple, да, то есть... А, упаковка. Да, все начинается с упаковки. Что это такое? Да, расскажи вообще, как полностью проходил этот процесс, как это вообще делается, чуть поподробнее можешь рассказать? После, когда у меня 350 человек стало в дереве, меня стало интересовать, кто же я, что-то не упустил, может под сомнение ставил, по этнической принадлежности. Мы будем говорить сейчас только про этническую принадлежность. То есть, кто-то русский, еврей там, немец там или там француз какой-то определенный. Есть такая штука, твое ДНК. Это, наверное, все знают уже. Но американцы, у них самые сильные лаборатории недалеко уже продвинулись, на чем я убедился. В этой же программе ты просто берешь и заказываешь. В то время еще, когда заказывал, это дорого было. Сейчас это стоит, по-моему, 50 долларов всего. Цена там в три раза упала. Сейчас, я думаю, доступно для каждого. То есть, вы получаете свою этническую принадлежность, кто заказывает. Как происходит вообще определение? На сайте ты оплачиваешь вот эти 50 долларов. Тебе приходит такая коробочка. Вот, смотрите. MyHeritage DNA. Ну, ссылочка будет в описании на этот ресурс. Конечно. И вы не подумайте, что я топлю за эту компанию. Нет, нет. Я просто говорю, я как пользователь, мне очень удобно с ней работать. И я получаю удовольствие. Вы ее открываете. Это знаешь, как в Туркменистане. Скажем так, ты выехать можешь за границу, но у тебя в заложниках остается вся твоя родословная. Вот. Я к чему? Может быть, ты так топишь? Может, у тебя кто-то в плену? Нет. Нет. Я сразу говорю, что никакой заинтересованности нет. Сюда две ампулы, две. Сам-сам. Вот сюда. Ну, чуть-чуть двинься сам. Да. Вот здесь приходят две ампулы с набором. Вы ротовую полость, такие тампончики-палочки. Как на коронавирус. Одинаково, кстати. Это берут. Вы обратно эти ампулы запаковываете, отсылаете в Техас, по-моему. Это все входит 50 долларов, да? В Redwater. То есть, приходит посылка и так же отправляешь это все 50 долларов, да? У тебя тут же конверт. Обратно, да? Вот здесь все есть. И тут же отправляешь. И через три недели, судя по... У меня получилась смешная история. Ну, ты должен получить прямо в программе твою принадлежность. У меня, честно сказать, я ждал год. У меня не пришло ни на меня, ни на супругу. Но на ребенка пришло вчера. Почему я инициировал сейчас вот этот весь разговор? Потому что у меня пришло на моего старшего сына, Всеволода, который в Берлине живет. И который отправил из Берлина эту штуку. К нему пришло. А у нас... Потом я почитал, что у нас запрещен вывоз генетического материала типа через границу. И потерял спасатель. Как раз мы подходим к такому вопросу о трудностях и запретах именно с поиском информации. Почему вообще запреты существуют и трудности с определениями? Если ты как человек, который желает узнать свою родословную, почему у нас существует запрет на вывоз вот такой информации? Я скажу, что дебилы. Ну, в том отношении, что это очень неправильный закон. Его приняли и... Ну, что толку там? Черт, ты выехал с границы и отправил это. Или ты найдешь способ переправить, когда тебе... У нас есть лаборатория в Москве. Но я не гарантирую, что они дадут такие показатели. Потому что они буквально три года назад начали заниматься этим. А эти ребята уже 30 лет. К тому же у них... Неважно. Пришел мне... Ребенок мне позвонил, как бы, и дал результаты генетические. А предварительно, почему я на ребенка посылал... Опять же, про жене. Ее мама родилась от бабушки, которая пришла из Освенцима, из Польши, из концлагеря. То есть, отец был неизвестен совершенно. Я понимал, что эта кровь у моего ребенка находится. И нам нужно было вычислить. Потому что он отличался, как бы, по восприятию жизни там. Я вижу свои какие-то, какое-то начало. Но что-то еще и такое мощное. Он выучил шесть языков. Просто на четырех разговаривает без акцента. И непонятно. Очень легко ему все это давалось. Ну, короче, не буду томить. Там пришло, что 60% это, получается, немцы, поляки и русские. Как бы, финно-угорская группа получилась на 25% от супруга. Четко. Вот я понял то, что это все работает. Из-за того, что они же не знают, в общем-то. И вот дали как бы результаты. То есть, похоже, был какой-то немец. Ну, восточный. Потому что гиплокрова, гиплогруппа крови еще у западных и у восточных немцев, она разная. То есть, это восточные немцы, это славяне, поляки, мы, татары. Это все мы одной группы. По-моему, не буду сейчас брать. А уже эти западники, они другие. И самое интересное, что проживание даже в Германии, оно вот от границы сейчас ГДР и ФРГ, оно так и проходило. Как-то непонятным образом. Это я слышал Колесова, очень рекомендую. Генетика нашего. Он сейчас в Штатах работает. Ну, очень крутой он там. Он просто рассказывает все, как есть. Он говорит, я вот говорю, что там земля заселялась русскими. Что, допустим, Брахмы в Индии, это высшая каста, она славянская вся. У них такая же группа крови, как и у нас с тобой, допустим. А индусы, они другие уже. Вот те, которые рабочие, там всякие, там ситхи. Ладно, это отвлекается. Смотри, я сказал слово каста. Да, ну, зачастую мы можем услышать, ну, вообще касаемо касты, ну, там всякие маги говорят, что существует каста воинов, торговцев, потом магов там и еще кого-то. Прокаженные, последние, внешние. Ну, может быть. Лишь для меня лично это является некими предрассудками. Это тоже самое я вот всем недавно объяснял в предыдущем там ролике. Как работают те же карты Таро? Это когда один человек раскладывает какие-то определенные картинки, он начинает объяснять их вообще значения. Интерпретировать различные, ну, могут быть интерпретации. То есть, вот там выпало, не знаю, там человек с саблей. Вот. И можно объяснить это как, что ты будешь в походе, либо там ты будешь с кем-то конфликтовать. А ты, естественно, после полученной информации задаешь себе установки там на день, на месяц, на год, неважно. Тебе просто дали какое-то там ЦУ. Ценные указания либо центральные указания можно использовать как угодно. И ты начинаешь жить вроде бы как бы обычной жизнью, но начинаешь подмечать именно те факторы, те вещи, которые с тобой происходят. Тем самым подтверждать то, что это якобы работает. Ну, это лично мое мнение, поэтому я как бы его так высказываю. Не является ли это просто как бы вот это все касты, да, зомбирование, а надевание каких-то рамок на человеческое сознание? Потому что многие люди, почему они достаточно бедны? Они же это не хотят себе признать. То, что они игнорируют образование. Самое такое, одно из составляющих вообще успешного человека, человека современного, это все-таки образование его отличает от средневекового человека. Мы же не сжигаем красивых девушек, особенно рыжего цвета волос, на костре. Хотя это может быть интересно. Это знаешь, как в том анекдоте. Солдаты, короче, поймали ведьму. Ну и зачитывают приговор. Первый пункт. Сжечь, ну и этот, надругаться. А второй пункт надругаться на дне, типа, ну этот. А кто-то там из солдат говорит, может быть сначала надругаться, потом уже сжечь. В общем, да, чтобы, ну, таких вот вещей не было. Не, Миша, я могу ответить. Ну давай, ответьте. Мне вот просто... Я почему? Я тебя должен провоцировать все-таки. Все правильно. Я очень люблю Индию вообще. Я там много путешествовал и там общался. У тебя даже такая вот, знаешь, форма одежды. Какая-то славянская. И вот у меня и обучение брал там у людей. В Брахм, кстати, вот это вышло сословие как бы. И скажу, что вот эта система кастовая, она правильная. Почему? Там живет один миллиард людей. Один миллиард живет на маленькой территории. Если бы там была бы пресловутая западная демократия, от слова демос, кстати, от слова демон, если так очень русский язык на это хорошо смотреть, там была бы война моментально если бы не было кастовой системы. Просто бы, вот моментально, на следующий день бы не все передрались бы. Ну, я, наверное, с тобой здесь соглашусь по той причине, что недостаток, еще раз говорю, очень низкий уровень образования, он как раз ведет к тому, что как управлять действительно такой большой массой людей, если недостаточно развита просто система образования. То есть она бывает тоже разная. Вот у нас, если взять вот нашу современную систему образования, то это закладывание в голову уже заранее заготовленных ответов. Когда ребенок выходит там из школы, вот я сегодня просто в живой случае покупал кофе и общался с молодым человеком, он говорит, ну, слушай, я экономику проходил в школе, но уже все забыл. Ну, конечно, тебя же попросили ответы выучить, а где критическое мышление, где анализ, с чего ты это взял, да? То есть он не может подкрепить тем, что он это не делал. Ну, то есть смысл в чем запоминание каких-то знаний? Это когда ты получил знания и применил их на практике, воплотил их в жизнь, то есть сделал своими что-то руками. Тогда у тебя это вообще запоминается мышечной массой, ну, не массой, а это, ну, ты понял, да? То есть я к чему, то есть вот. Вот я к Индии вернусь просто, если он мастер, кустарь, допустим, я там был в деревнях, где люди занимаются только деревом, понимаешь? Вот он рождается, я видел, у меня дома есть шахмат индийский, очень интересный, только деревом. Они режут резьба по дереву и мебель делают. Ребенок три года, он вырезает уже шахматные наборы. Он резцом работает в три-четыре года, понимаете? И дед его занимался, он чтит, он говорит, на четыре поколения занимались, мы больше ничем и нам это кайф, нам это нравится. Вот это кастовая система, это люди, мастера там какие-то, другие торговцы просто. тут они… А ты сейчас попробуй куда-нибудь торговца Брахмой сделай, ну что он там будет, как он сможет людьми управлять? Да, там просто очень сильные вот эти родовые связи, поэтому им очень трудно перепрыгнуть дальше. Но у нас, если говорить про нашу страну или вообще про европейский расклад, тут как бы наоборот больше возможности себя реализовать. Ты прямо… Можно чуть-чуть сюда, а то у нас уезжаешь. Вот, понимаешь, когда мы себя в чем-то урезаем, да, потому что это некая родовая связь, то, соответственно, мы, наверное, ограничиваем себя именно, знаешь, в проживании качественной жизни, ну просто. Почему человек даже не задумывается, вот именно тот, который вырезает дерево, что мир-то намного больше… Он счастлив. Да, он счастлив, но просто ценности впихнули те, которые… Так а что ты сейчас хочешь от этого? Ну, вот что тебе не хватает? Я очень счастлив, допустим. Я, если имею… Ну, конечно. Родословную-то уже откопал, у меня так какая-то есть информация, но ты-то вообще молодец. Ну, я только, еще только, я считаю, что еще в начале пути, потому что, когда ты можешь информацию… Я сестрам двоюродным передал, они тоже залезли, и так же, как я, начинают исследовать. Еще брату там, он тоже, дети начинают. Понимаете, и когда 10 человек-исследователей уже есть у тебя в роду, это вообще просто другое уже получается. А ты общаешься? Вот смотри, ты говорил по супруге, что человек, который проживает в Нью-Йорке, финн, да, написал письмо. Ты вот из тех, с кем, ну, о ком узнал, что это твои прямые родственники, какое-то общение уже сейчас вот есть у тебя, оно налажено? Ну, смотря с кем. Ну, вот если не финнам… Что у меня? Это по галле… Это не прямая кровь, понимаешь, как бы… По моей… Вот именно по моей крови я очень сильно копаю. Мне там неинтересно, вот эти ответвления все, они дальние какие-то… Это касается других людей, в общем-то. А здесь, что мне надо… Надо… Про деду у меня еще и дальше, там, до четвертого колена. У меня самая ранняя запись – 1798 год у меня. Как бы там мы нашли могилу, там, как бы… Интересно. Еще много работы. Ну, а уже… Сейчас уже проще все. Сейчас уже проще. Да, я просто видишь… Моя задача, да, то есть, как бы понять там, да, то есть, цель и смысл именно вот этого поиска информации. Понимаешь, вот кто-то задастся вопросом, ну, блин, я вот живу, у меня тут зарплата 20 тысяч рублей, мне вполне достаточно то, что хотя бы, ну… Я решил свою маленькую проблему, то, что купил квартиру, скажем так. Не, ну, ребята, когда человек думает об еде, его другой уже не интересует. Почему он думает именно о еде? Потому что… Вот он… Я подвожу, это влияет именно вот это незнание на такое поведение или нет? Конечно, конечно. Это все расширяет твой кругозор, и ты начинаешь понимать… Ну, это, как бы, я не могу даже на физическом плане объяснить. Ну, тебе предки начинают просто помогать. Ты начинаешь… У тебя сила появляется. Сила рода. Сила рода, да. Сколько я участвовал там в холотронном дыхании, в каких-то практиках… В каком дыхании? Это что такое? Это столько много… Не хочу в это уходить, эзотерику, но очень много сейчас людей занимаются родом просто. Это помогает решить очень многие проблемы там. Ну, кому интересно, почитайте «Сила рода». Ну, это… То… Не хочу я сейчас даже это раскручивать, эту тему. Но всегда у славян у нас во всех сказках всегда помогали наши предки. Они действительно помогают, и я уверен в этом. И у тебя просто нет вопросов тех, на которые там… Ну, слушай, я с тобой здесь соглашусь. Потому что ты узнал, кто такой… У тебя третий там по колену дед, кем он был, как он мощный. Ты к нему можешь обращаться мысленно. И поверьте, что обратно тебе еще десятикратно у тебя появляется больше вещей там. И притом и знания даже те, которые он обладал, они тоже ты начинаешь этим манипулировать там что-то, и понимать, что… Это немножко… Мне сложно это объяснить. Это, наверное, психологи лучше объясняют, почему это происходит. Я говорю более… Вот… Более просто, что занимайтесь этими вещами. А главное, вот сейчас вот очень большая тема, которая… Что вы детям дадите предположенность к каким-то заболеваниям хроническим, которые у вас в роду есть. Там где-то сосудистые заболевания, может… Болезнь… Акземия… Акземия… Акземия – это когда ты теряешь память. Я далек от медицины. Это… Потом… Там раки, допустим. Он четко прогнозирует там рак. Ну, рак достаточно, да. От молочной железы, там, у женщин, он может вам уже сказать на этапе рождения ребенка, что у него будет уже… Вы поймите, и сейчас это будет мощно развиваться, поэтому даже ради этого заняться, чтобы вы своим предкам дали вот эти знания, вы потом… Ваш род скажут, это вот он сделал. Он… Там, в начале 20 века это все было разрушено, а поверьте, что тогда занимались люди. И вот сейчас вот опять мы начинаем заниматься, возвращаться к своим истокам и понимать, откуда мы и зачем на этой планете. Что будет дальше вот, ну, вообще вот… Как ты видишь то, что все, например, раскроют тайну своего рода? Как это вообще повлияет на будущее? То, что мы станем сильной страной. Наша история, она все вранье. Процентов на 80, что нам дают, это все… Это же не секрет, что историю пишут победители. Поэтому тот, кто победил, тот имеет полное право переписать историю. А когда я сейчас занимаюсь своим генеалогическим деревом… Своей историей. Я волей, не волей, я занимаюсь историей. И при том, история – это деревня, в которую ты идешь. Это не глобальная, может, какая-то, она касается только твоего рода. И ты непрекрасно понимаешь, что все не так. Что, оказывается, были какие-то механизмы очень мощные там. Нам говорят, что в конец 18 века там телега была, там на лошадях ездили. Все по-другому было. И такие вещи скрываются. Просто меня могут психом назвать. Но я не хочу озвучивать, допустим, что я сам трогал руками. Это непонятно, какое происхождение. Либо это действительно такая цивилизация была. Слушай, я бы не переживал по этому поводу. Это можно, да? Во-первых, у меня можно. Во-вторых, я тебе маленький такой пример расскажу. Из жизни я просто это видел фотографию. У нас церковники очень часто любят привозить мощи умерших людей. Их окроплять там водой, как это у них считается, святой. И получается, что, ну, грубо говоря, окоченилый труп человека. То есть используют в каких-то оккультных, скажем так, системах, которые накладывают определенные установки на развитие общества. Поэтому я к чему? Ты можешь, в принципе, высказать свое мнение. То, о чем ты говорил. Что говорить можно. Потому что я понавидал уже определенной дичи. Поэтому мне не страшно. Давайте я просто тему нашего будущего семинара или у нас этого вебинара. Это я скажу, что я тебе про НЛО много расскажу. Что я сам лично видел это ВКонтакте. И знаю людей, которые... В Арктике или в Антарктиде? Это в Антарктиде было. В Антарктиде было. Да, поэтому я это мало. Я пытался анализировать. Фотки смотреть, что я там это все снимал. Поэтому это долгая тема. Не хочу ее сейчас вообще поднимать. Я сейчас хочу именно на физическом плане, на том, что у нас какие-то ресурсы доступные, сделать то, чтобы привлечь вас, ребята, этим заняться. И хотя бы вот написать и убрать в стол просто. Спросить своих прабабушек, если они живы. Бабушек. Все, чтоб они рассказали. Возьмите запись и запишите. Притом это MyHeritage. Вы просто эту запись можете туда скинуть. Она сохранится просто. Нет времени обработать. Не обрабатывайте. Придет время, когда вы захотите это делать просто. У вас зов души. Он потребует там это. Просто информацию любую запихивайте. Очень удобно. Там, кстати, и видео, и аудио можно. И файлы, и фотографии. А главное, это ваша семейная социальная сеть. Просто вот такая же, как контакт, Facebook. Вот как раз я и хотел у тебя спросить про социальные сети. Получается, что сейчас социальные сети выполняют эту функцию. Что именно записи родословные, первые записи родословные. Потому что социальные сети не так давно существуют. Уже более 10 лет. И получается, что люди, которые выкладывают свою какую-то жизнь. Они же по факту, получается, делают свою родословную. Грубо говоря, закладывают древо. То есть от чего можно оттолкнуться и потом посмотреть. Но, к сожалению, только эти данные использованы для манипулирования этими людьми. К сожалению. Не, понимаешь, вот тут, как тебе сказать, есть общественные ценности, есть личные ценности. Например, общество не поощряет кражу, убийство. Возьмем просто кражу. То человек, когда он что-то ворует, то его личные ценности, скажем так, помогают ему объяснить, почему это ему важнее, чем тому человеку, который, скажем так, этой вещью обладал. Поэтому, с точки зрения манипуляции, именно то, что ты, например, что-то делаешь такое, что, наверное, не оценит, или, как сказать, осудит, я бы сказал, твои знакомые. Но это же не говорит о том, что это плохо. Потому что, с точки зрения нормы, то нормы у каждого своя. Конечно. И у общества тоже своя норма. Поэтому, когда ты понимаешь вот именно это, что твои нормы могут быть намного шире, чем на тебя можно каким-то образом воздействовать, то границы прямо так вот, знаешь, вот сознание, они прямо спадают. Ну, по крайней мере, я по себе говорю. То есть вот я на протяжении всей своей жизни регулярно боролся со своими страхами, со своими зажимами, которые у меня существовали. И только вот сейчас у меня 42 года уже будет. Я пришел к выводу, что я, знаешь, вот разрушив триаду, культурную триаду, и опираясь только исключительно на свой жизненный опыт, я пришел к тому, что от некоторых вещей либо стоит где-то отказаться, либо поменять свое отношение к этим установкам. Еще раз напомню. Установки, которые тебе привела семья. Триада, культурная триада. Это религия, это семья и это образование. Каждый из этих пунктов я пересмотрел полностью. И когда я это осознал, я понял, что рамки рухнули. Вот прямо в одной части. Поэтому я так, когда задаю какие-то вопросы, то есть я к тому, что сейчас вот благодаря интернету можно вообще любого человека перепроверить на информацию и проанализировать. Я своему другу даже так говорю. Когда ты что-то говоришь, то старайся, а он в одном определенном деле экспертен, я говорю, когда ты что-то другое добавляешь, то люди начинают задумываться с точки зрения твоей экспертности, компетентности. И сейчас очень важно лишнего как раз не говорить, потому что тебя могут перепроверить. Потому что поколение сейчас, которое родилось, в отличие от моего поколения, я грубо говоря, ты немножко чуть старше, у тебя тоже уже другое поколение. Я сейчас к чему? Что поколение, родившееся в эпоху интернета, совершенно меряет другими критериями, оно все перепроверяет. Ну что, ну ты возьми Боргенштерна, я не знаю, парню сколько, 22 года. Он затмил все, он стал звездой. Это социальный лифт. Ну звездой только в достаточно определенных кругах. Ну прекрати ты все чаты сейчас. Я вот сейчас знаешь чем занимаюсь? Беру двадцатку этих лучших сейчас клипов, специально их просматриваю, чтобы в теме быть просто с детьми и знать, что будет. Потому что я понимаю, что мне не нравится поначалу. Ну каждый 10 лет меняется. А сейчас мне нравится уже. Мне Боргенштейн уже нравится. Уже нравится? Не, ну в целом там, ну так. Да не важно, не выспорь. Ну ладно, да. У нас другая тема. У нас тема, напоминаю, генетическое древо семьи. Что бы ты хотел вообще пожелать людям в плане поиска своей родословной? Стоит ли этим заниматься? Ну такое твердое твое решение, твоя позиция какова? Ну я уже проговорил, наверное, это еще раз повторять буду, потому что, ребят, спросите своих ближайших старших родственников всех. Запишите все там телефоны. Кто что помнит просто. Введите бумажный носитель, какую-то тетрадочку. А лучше возьмите сейчас электронную программу там. Ну в данном случае вот MyHeritage рекомендую. она бесплатная будет для 30 пользователей. Ой, для 30 членов семьи. Вы туда внесете. И если нет времени заниматься, мне не пришло то время, когда этим стоит заниматься, она придет потом. Все, подключите других. Может кому-то будет интересно просто. Вот поверьте, что я вот тут устал одно время тянуть это все. Потом раз, какой-то племянник там всплыл, говорит, вау, хочу. А ему там 20 лет. И он, давай копать там все это. Уже думал, молодец, перехватил уже инициативу как бы. И не важно, где находится. В Америке, в Австралии, в Казахстане. Не важно, это же тоже твоя социальная сеть. Там поздравлялки всякие. Ну это весь как контакт. И в этом вы даже не представляете, как вы сделаете добро будущему поколению, которое будет после вас. Как они о вас будут вспоминать. Потому что вы сейчас закладываете и здоровье, и понимание вообще человеку в этой жизни как бы. Что он должен делать. Ему многие вопросы, которые, если мы были роду без племени, как это, как дворняжки какие-то. Ну он не знает о человеку. Он говорит, да, хорошо. Ими можно руководить просто. Это, если человек не знает своих корней, он не знает будущего. Он кажется, что он крутой сейчас. У него может и денег он заработать, но он будет несчастен. Ты сейчас говоришь именно о том, чтобы наука, которая занимается генетикой, имела именно ключик сознания и определения вообще генетического кода человечества. Я правильно понимаю? Ну сейчас она очень далеко, что генетика уже. Там даже опыты американцев там 40-х годов. То есть, грубо говоря, можно даже клонировать. Да что хочешь. Сейчас уже и клонирование. Просто собрать как конструктора определенные хромосомы. На самом-то деле, все это происходит. Все сейчас. Просто это закрытые данные. И сейчас Илон Маск хотя бы уже вживление чипа. Там свинью ты видел уже с чипом. Она бегает, выполняет команды через компьютер. Но, к сожалению, только на человека это переложится. Я думаю, что, скорее всего, это не просто так все. И вот эта история с COVID-19, это все звенья одной цепи. Ну... А почему ты думаешь, что это кому-то так? Ну, в чем выгода? Давай так. А сложно управлять миром. Нам не всегда управляли. Ну смотри. Понимаешь, вот я вот живу в маленьком-маленьком городе. Я тоже в нем живу. И, скажем так, Илон Маск не знает о моем существовании, так же и о твоем. Конечно. То есть, наличие того, что там, что ты делаешь там. Никого не волнует. Я просто, может быть, мы иногда загоняемся, можно если так сказать, что нами хотят, может быть, где-то управлять. А нет ли такого подхода к этой информации, что что-то делается для определения, для улучшения качества. Потому что, в основном, движитель вообще развития, ну, прогресса человечества – это предприниматели. Это люди, которые, ну, заинтересованы в чем-то, в улучшении качества жизни. Просто, понимаешь, вот я сейчас к чему, это как технология 5G. Иногда, может быть, люди что-то не знают. Давайте качество жизни определим. Мы хотим, вот, интернет – это качество жизни увеличивается. Ой, это благо. Да, это благо. Ну, я лично считаю, что это благо. Электромобили там, то, что люди в города переехали. По поводу электромобилей тут тоже есть… И пищей не надо заниматься, все, мы корм покупаем в пластмассовых магазинах – это благо или нет? Понимаешь, надо понять точки, допустим. Смотря что ты подразумеваешь под благо. Понимаешь, вот смотри, накормить… Прогресс – это благо. Нет, ну, стоп. Накормить человека мы считаем, что с точки зрения гуманности это благо. С другой стороны, качество продуктов питания, да, вызывает определенные вопросы. Но в погоне за прибыль никто же не хочет платить дороже. Ты же занимаешься тем самым полезной пищей и сыроедением, правильно? Я не хожу в сетевые магазины. Ну, кстати, про эту тему надо тоже еще раз повторить. Это потом, да. В общем, смысл в чем? Да, сегодня будем уже, наверное, заканчивать, чтобы нам не затягивать. Я сейчас к чему? У нас в ближайшее время мы подготовим какие-то определенные темы и, соответственно, тоже… Ну, если интересно будет, я как собеседник, может… Про сыроедение мне всегда… Ну, какую-то ерунду говорю там. Да, нормально все. Про инопланетян расскажу, про Антарктиду расскажу, хорошо, где там, с какими людьми я общался там внутри. Потом про питание можно поговорить. Я только говорю о своих ощущениях, не слушаю никаких вот этих умников там, которые обещают с инстаграма. Я только говорю о тех вещах, через которые я сам прошел… Свой жизненный опыт. Да, мой жизненный опыт. Потому что теории, ее много всякой. Ну, как она работает, я так скажу, мой путь. Все. Ну, это, кстати, классно. А вот с этой штукой, пожалуйста, займитесь. Потому что это принесет вам дивиденды такие, вашему роду, и вы станете сильнее, и наша страна будет сильнее намного. Нас сейчас разобщают специально. Эти ковиды, чтобы мы друг другу даже руки уже перестали пожимать. А когда мы все вместе, мы сила, и они боятся нас из-за этого. Просто, когда мы начнем вместе единомыслить. Мы славяне. У нас очень мощная история. Мы должны гордиться ею. Для этого мы должны ее написать и вскрыть просто ее, чтобы это знали. Через это дело мы и придем к этому. Сейчас люди рождаются уже, молодежь, они уже со знаниями идут. Вот я хочу… Приведу на твою передачу человека. Я хочу… Он ко мне приедет сюда. У него… Он с Архангельска сам. И он занимался всеми наговорами бабок. Он изучал древние знания. Наши… Ну, не буду… Я его слушал два дня. Просто рот открыл. Вот для примера просто, что русский народный танец. Вот он… Я думаю, ну прикольный танец. Мне нравится. Физика такая мощная нужна. Он говорит, это не танец. Это боевой танец просто. Вот в присядку. Это ты под коня подходишь. Ты спарываешь ему живот. Потом вот это движение. Он сам классно танцует просто. И он все это объясняет. Я говорю, откуда ты это знаешь? Мне прадед это говорил. Выучись русскому народному танцу, ты научишься драться. Тебе вообще не страшно ничего будет. Это просто где-то… Для чего там ходили там… Ну, драки устраивали на селе. Тоже объяснение всему есть. Для того, чтобы род был сильный. Чтобы род продолжал свое существование. И чтобы дальше страна расцветала. Недаром нам Бог дал такую территорию здоровую. В этом есть что-то. Почему у нас… Мы разобщены сейчас, и нас вот эта западная материальная культура, нас она программирует на разрушение. Дай Бог, чтобы мы сохранили страну. Страну, чтобы ее не ербанили через всяких там политические передряги. И когда мы придем вот к этому, к своим пониманиям, мы придем к пониманию вообще смысла жизни. Что такое. И мы вообще совершенно по-другому будем смотреть друг на друга. Потому что сейчас, вы посмотрите, уже люди не общаются между собой. Потому что они добиваются своей цели. А мы ничего не противоставляем ничего. Нас бьют просто сейчас. Мы сейчас проигрываем эту войну. Но я знаю, что есть генетическая память предков. И мы все равно вырулим. Еще сложнее были ситуации в истории. Так что все. Вот. Я как бы вот так на этой ноте хочу закончить. Потому что много сейчас людей, с которыми я общаюсь, которые благотворю их, я вижу, что сила сейчас есть в роду, в России. И вообще все будет хорошо. Притом темная полоса Калиюги заканчивается. Сейчас даже наша галактика выходит совершенно. Уже вырвалась из этого. И сейчас только светлые силы, которые наши боги. Их надо тоже изучать, кстати. У нас были очень простые боги. Я даже Катасову Велесом назвал. Это для всех своих детей. Святослав, Мирослава. Всеми славянскими именами. Все. Спасибо, Александр, за то, что ты посетил нашу маленькую передачу. Тема сегодняшнего выпуска была – это генетическое древо семьи. Обязательно в описании будут все ссылочки на то, чтобы вы смогли пройти тест на определение своего генетического кода в поисках своего рода. А также будут у нас в ближайшее время другие анонсы. Потому что Александр уже поведал, что он готов еще рассказать. Для тех, кто хочет принять, скажем так, участие в эфире или в записи, то опять же в описании будут все соответствующие ссылочки. – Подожди, я хочу поблагодарить Клепчука Михаила, что он сделал классную студию. Ребята, здесь просто хорошая атмосфера, классная аппаратура. И Михаил профессионал своего дела. Просто я видел, как он обучался. Я это все наблюдал. Немножко завидовал. И у него это все получается. И поверьте, что вот этот канал ему дай бог процветания, и он будет интересный. Чтобы он на грани балансировал, чтобы его не закрыли там YouTube и всякие. Надо тоже субординацию совершать иногда. Ну, это процветание твоему каналу, интересных людей главное, чтобы люди тебя смотрели. А я все, что я знаю, по путешествиям я все расскажу. Мне тоже это интересный проект. – Ну что, спасибо. На этом все. Всем пока. Пока, пока.